Саран-саран, с вами Ариран, мультиреакция, смотрим с вами новинки кей-поп, и в этот раз опять не только кей-поп, читая ваше сообщение, которое вы мне присылаете по донату, начну с заявочки, которая пришла от Светланы на Джан и Сина у нас, Лэй Джан, вот так он подписывается, называется Pokemon Party, это написала забавный Исин с покемонами, прям вернул в детство, милейший смайлик, любвеобильный от тебя, и собственно я предлагаю именно с чего-то такого бодренького, веселенького, сегодня начать, поехали! Интересно, это у нас коллаборация, не? Ну ты блин, фруктики, молоко, ух ты, ё-моё, Пикачу! Это что, кексы? Прям-таки Исин, типа, сам готовит, и блядь, так грубой, блядь! А, это, типа, для них праздник? А-а-а-а-а, все ямочки, я не могу! Помощник! Ну да, это, наверное, какая-то рекламка. Сейчас они мустроят в порядок. Я представляю, Исин такой между написаниями песен, ходят фарфики с пылесосом. А-а-а, расстроился. Видно, записочка какая-то за водой. Господи, да он сам как покемон. А-а-а, как в Тамагочи. Слушайте, это может быть еще и Тамагочи? Коллаборация. Фика-фика. Нива же он есть. Так, что он там поет? В швабру? Так, у него пришла идея для музыки, немножко крутой хореографии от хореографического профессионала. Ну это прям короче, одна такая большая реклама получилась. Если честно, я первый раз вижу такое пеняние на двухэтажное в рамочке. Я же говорю, он сам как еще один покемон. У всех там хоровод или что? Да, там написано Pokemon Company. Короче, с коллаборацией. Блин, меня радует, наверное, не столько сама работа, которая по себе получилась легкая, мультяшная, сколько то, что Исин продолжает активно развиваться в разных направлениях, в том числе с покемонами коллаборацией. Это тоже уровнево. Уровнево? Уровнево. Нормальное слово? Сам Исинка здесь, ну тут, конечно, фильтры и все остальное, но он прям сам как будто бы рисованный был. Ну такой милашечка. Он такой прям идеальненький. Смотришь на него. Ну и, конечно же, все такое было светлое. И было достаточно юмора там. Не сильно там, чтобы уху-ху. Вот. Но такая приятная работа. Короче, не знаю, что сюда говорить. Это же у нас не какой-то прям камбэк-камбэк. Просто получилась прикольная коллаборация. Могли бы снять коротенько для ТВ. Я думаю, что, в принципе, что-то такое подснимали. Но тут прям целый клипчик сделали. Я такое ву-ву. Вот. Спасибо большое, Светване. Говорю. Перехожу к заявочке от Натальи. Ты пишешь. Аречка, здравствуй. Привет тебе. Случайно наткнулась на ребят. Эн Син. Ух ты, блин. Название какое, да? По звучанию ничего не напоминает. Чувствуется, что агентство небольшое, но стараются. Глянем, глянем. Называется Сэлти. Правильно я произношу название? Эн. А, так. Группа называется Эн Шайн. Вот так. Правильно. Эн Сайн. Эн Шайн. Короче. Тогда ничего не созвучно. То, что я думала. Окей. У нас 1,3 миллиона. Для небольшого агентства, ну в принципе, ну ничего. Тогда я так считаю, как вы считаете. Давайте смотреть. Кстати, тут у нас чуть больше четырех минуток. О, сделали такой ночной город. Прям сильно красиво. Как будто аж прям не настоящий. Это что еще за волшебные палочки такие? О, господи. Сейчас они ворвутся куда-нибудь. В космос. Так, ну эта тема уже, знаете, такая. Один там где-нибудь полы моет, другую посуду. Третий там где-нибудь на скейте катается на велике. Слушайте, так ответственно. Он прям двигался в хореографии. В каком смысле ответственно. Музыка вроде не сильно там, чтобы серьезная. А он прям вкладывался. О, да тут уже башка уже пошел. Хорошенький. Красивый разрез глаз. Удачно мы их сделали. Это натальников пришло. Так, другое так у нас. Видите, скрипочка уже пошла. Музикант. У них там рыбки в космосе. Так, он либо засыпает, либо сейчас чихнет. А, это тип смычок в скрипке одновременно. И палочка, и все на свете. Ну, почти. А телефон какой? Господи, из какой-то эпохи. А может это... А, ну, господи, а потертости-затертости. Ну, хорошо, прикольно там смирсовали вот это движение в плане съемки. Так, это у нас там два рэпера в группе получается? А, нет, ну три. Или четыре. Или они там все. А, этот такой работодатель. Типа, что со мной происходит? А тут блондинчик такой малышок. Он такой, типа, по вокалу, наверное, да? Я про блондинчика. А, нормально, да-да-да-да-да-да. Короче, на них вдруг ни с того ни с сего находит. То самое. А, это он рассказывает про кротовую нору. А, это таким образом смычок попало. А у того лук-порей из кухни. Прикольно. Мне нравится, что они тут сюжет сделали. О, красивые кадры. С редкой и свечением. Тоже эффекты сюда прикольно вписался. Чё, я уже потерялась. Ребят, смотрите, чтоб вас там не телепортнуло куда-нибудь и туда, в космос. Или, может быть, это они как раз-таки сейчас на какой-нибудь корябль попадут. Ну, чё-то намудрили там, пока по телеку смотрели. Вон расчеты. Это у нас что? А, тоже палочка какая-нибудь типа волшебная. А, всё сложилось. Смотрите, даже бумажки брошены. Не, ну это судьба, ребята. Судьба. Короче, прикольно. Мне понравилось. Постепенно начинаешь понимать. О, я думала всё. А, стерзю. Короче, постепенно начинаешь понимать, что там есть сюжетец. От этого видеоряд становится только интереснее, выигрывает. Потому что что-то сначала мне показалось, наверное, у нас будет обычная такая для кей-попа миксовка кадров. Да и всё. Нет, вот так не случилось. Это хорошо. Ну, в принципе, сюжет тоже достаточно типично для кей-попа. Но это делает уникальность самому клипу. По качеству всё достойно. Очень на уровне. Классные эффекты. Нигде вообще ничего не дешевило. Ни в каких переходах. Ни в каких спецэффектах. Ничего такого как бы я не заметила. Всё было хорошо на уровне. Не пережали тут с количеством хореографии или ещё чего-то. Всё было дозировано. Потом по сюжету я поняла, что там загвоздка прям с вот этой палочкой. Вообще, наверное, палочку, рыбку в космосе и какую-то задумку вот этого, да, с кротовыми норами или ещё что-то можно отнести как раз-таки к особенностям и фишечкам этого релиза. По крайней мере, по видеоряду. Потом, что касается песни. Песня, на мой взгляд, достаточно типичная. Прям вот сильно типичная. Был ли там хук? Был. Но он был не сильно такой. Такие хуки часто встречаются. Поэтому я не знаю. Песню, ну я не скажу, что она какая-то нехорошая, недостаточная или ещё что-то. Она обычная, на мой взгляд. Но с другой стороны, опять же, как я уже не раз, наверное, говорила, музыка должна быть разной. И вот такой отдыхающий, расслабляющий тоже. То есть не всё должно выносить тебе мозг, когда если ты хочешь просто включить фоном себе послушать. Или ты с кем-то общаешься. Или ты едешь в машине, включаешь, вот такая музыка хорошо подходит. Я так говорю постоянно про машину. Хотя нет, у меня машины никогда не было. Водить я не умею. И на машине езжу только разве что, если с папой, например. Иду давно и такого не было. Хорошо. Прикольные ребята, конечно же, будем надеяться, что стрельнут. Это у нас, скажите, дебют, не дебют. Пять месяцев назад. То есть уже прилично времени прошло. Но что-то я ребят, правда, совсем не помню. Вот вообще совсем прошли мимо меня. Может где-то упоминались, да? Забылись уже? Не знаю. Наталья, спасибо тебе большое за заявочку. Переходим к следующей. От Валерии пишешь. Привет, Ария. Привет тебе. По каждого выступления Чунгука на Инкигайо. Кстати, Инкигайо правильно. Я постоянно говорю Инкигайо по привычке. Но вообще правильно Инкигайо. Увидела выступление Харисон Хорайджин. Вот так. Слушайте, мне по-корейски легче читать, чем по-английски. Потому что там все более-менее понятно. Хорайджин у нас называется Сикстин. Я надеюсь, я правильно произнесла или Сикс Севентин. Ничего вообще произносите. Напишите мне, пожалуйста, это название композиции. И она мне так понравилась. Прекрасная, заводная, летняя песня. Захотелось, чтобы ты тоже посмотрела. Ты добавила сердечки, красненькое и беленькое в свои сообщения. И прислала ссылочку на сап-клик. Непосредственно. Так что будем не выступление смотреть, а именно это. Что? У нас почти 6 миллионов просмотров за 12 дней. Мне кажется, неплохой результат. Опять же, артиста не в курсе этого. Кто у нас? Девчонки, мальчишки. Кто? Сай! Мальчишки. Угу. Он как будто бы не кореец. И этот парень не слишком-то похож на корейца, который второй был. Этот тоже такое а-ля Индия, может быть. Это не Мути национальная группа какая-то? То есть там никс просто всяко-разно. О, хороший вокал. Хорош, хороший. Угу. 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 Да. Прямо малыши. Да, некоторые? Прямо детки. Песни из разряда как раз-таки тех, которые становятся… Тут тоже прикольно его одели, так интересно. Из разряда тех, которые выбирают как раз-таки для заглавок. Единственное, что я не могу сказать, что песня сильно качественная по звучанию. Я слышу в наушнике, у нас там идут примитивные биты, какие-то сэмплики используются и все. Дальше у нас вокал. Прикольно с Розой было. Тоже. Угу. 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 Даже, знаете, съемка самого клипа… Не потому что там звери, не потому что там какая-то игровая зона как будто бы. А из разряда, знаете, как могут снимать, например, для детских коллективов. Ну тут я вижу, что дети, но тут даже по антуражу, даже не дримки со своей жвачкой, как она у нас там называлась. Прикольно вот это сделали. С кукольным театром. Так, ну в плане профессионализма ребятам, конечно, нужно набраться еще опыта, подрасти. Потому что так-то они неплохие, хороши, но чувствуется, что еще прям молодежь зеленая. Ну а выигрышно, конечно, смотрится разнообразие национальное в группе. Так, хороший вокал, прям который закончил, тоже так. Ну что я могу сказать, в коллективе есть, правда, хорошие вокалисты. То есть ребята и двигались. Ну я там не то, чтобы прям сильно рассматривала. И это не из разряда той хореографии, где прям тут у нас будет раскрываться мастерство хореографического искусства. Нет, но каких-то там, ну вот прям, чтобы совсем сыра, я такого не видела. То есть по вокалу я слышу, что там некоторые ребята молодцы и двигались тоже хорошо. Вот. Потом, в плане игры на камеру тоже, в принципе, было все неплохо. Но просто мне не достает, знаете, когда порой ты смотришь и не можешь объяснить, почему это все так круто выглядит, настолько естественно, настолько в какие-то моменты свегово, пафосно или еще что-то. А тут было просто все достаточно хорошо, без каких-либо, ну там, наигранностей, что уже, да, приятно. Когда ты видишь, что стараются, но чересчур, это случай, когда, например, не подкупает, да, вот это вот старание, ты замечаешь, ну, недостатку опыта. Потому что, ну вот, например, даже элементарно, когда я начинала снимать ролики на YouTube, я иногда их пересматриваю, думаю, блин, как кринжово в плане, ну, неестественности, как я себе вела. Но это получается не потому, что я как-то наиграна, да, а потому что я чувствовала неловкость перед камерой, и оно так само получалось. Ну, это было естественное такое мое состояние, на тот момент сейчас, конечно же, у меня уже такого нет. Ну, по крайней мере, когда я снимаюсь дома перед камерой, а так-то я еще тот. И, то есть, вот такого у ребят не было, было как бы все хорошо, но им еще стоит, конечно же, подрасти. С другой стороны, видно, что улыбашки, видно, что такие очаровашки, это тоже хорошо. Категория возрастная, туда ранних у нас дримок, что-то из этого разряда, ну, мне кажется, даже там, даже в детские концепты добавляли периодически что-то такое более, ну, из разряда с намеком на тинейдж более взрослых, да. А здесь было вот ровно, как снимают, например, девчушек каких-нибудь мелких, какую-нибудь молодую, прям, знаете, вот эти вот были новости, когда совсем малышек каких-нибудь собирают, там, типа, дебютируют, и они вот исключительно под утренники, наверное, подходят. И вот таким образом снимался клип, вот здесь то же самое было. Вот, то есть, не знаю, в этой работе я, конечно, чувствую, вот если сравнивать предыдущих, небольшая компания, да, с бюджетами и все остальное, там, конечно, было поразмашистее, чем здесь, но снималось это все хорошим оборудованием, то есть нигде ничего не влажало, поэтому неплохо. В самой песне есть прикольные моменты, и опять же, ценно она для меня, наверное, потому что я слышала там несколько хороших голосов. Вот так. Валерия, говорю, спасибо, и я перехожу к еще одной заявочке, которая пришла от Натали. Аречка, здравствуй, привет, тебе еще раз неизменно. Дерзкие сайкер с песней и клипом взбодрили даже зомби. Слышутся вайбы AT-с, пацаны, прикольные. Да мне постоянно слышутся вайбы AT-с у них, где-то побольше, где-то поменьше, где-то прям какая-то партия играет, и я такая, а, это ж не AT-с. Ну, у вас тоже такое бывает, но я уже говорила по этому поводу, что у каждой компании есть свой цвет, и за счет этого у нас ощущается то самое. С другой стороны, практически одни и те же составы композиторов, продюсеров музыкальных могут быть, или даже песня попадает какая-то вот она в стиле компании, они думают, какому артисту отдать. Вот потом у нас и выходит, что мы понимаем, что эту песню мог бы исполнить и другой артист, и оно бы было, возможно, даже больше на своем месте. Так что это как бы не в упрек, тем не менее, все-таки к разнообразию мы стремимся, и если компания умудряется делать совсем разные продукты, с одной стороны это плюс, с другой стороны, у компании есть целые фэндомы, да, свои вот, ну там, например, есть фэны, стены, там, SM family, то есть вот такая категория артистов по такие направления нравятся, да, вот о чем я говорю. Так, да, и называется композиция, ребята прям зачастили-зачастили, и это прекрасно, потому что мы опять же видим, что компания не подзабивает и также активно продолжает двигать сейчас свою молодежь. Поехали! Так, телек с другого клипа у нас. Тоже звездочки, но у нас тут прям восьми битка откровенная. Мне кажется, или у нас тут как-то так выходит, что все релизы плюс-минус? Ой, а что у меня с качеством? Прикольно взяли в плане приколюк в голосе с какими-то как будто бы петухами, но вот прям чувствуется, что это была нарочно сделана класс. Выкрики эти, да, есть такая тема. Ну, я имею в виду по знакомости звучание. Вот мне нравятся эти улыбахи. Вааа! Господи, что за зайчик? Это они их спасают или что? Класс! Мне нравится эта съемка. Вначале только было настолько ряба, что аж поплыл кадр. Там было нехорошо, вон, не качество. А так, ну, видно прям, что... И гукры-мухры. Там, наверное, техники для съемок подвезли целую кучу. Вот прикольно. Так, знаете, о чем я сейчас вдруг кто вспомнился? Даже не и тис. Инструменталы последние, которые в Джилапи дебютировали. Экс Денарихирос, вот, по их имею ввиду. Что-то вот присутствует такое, да, по драйву. Блин, вот видите, он тут нарочно наигранно себя ведет, но эта наигранность выглядит вот нарочитой, то есть вот специально. И это выглядит круто, это выглядит профессионально. Отлично, пацаны. Ну, молодцы, молодцы, прям класс. Даже в такой работе я прям чувствую, как они выкладываются на 100%, даже больше. Мне нравятся эти петухи в звучании. Это прям фишка песни. Это у них зомби-танцы. Класс. Там в музыке пошел уже просто какой-то разнос, а тут пока что в видеоряду просто батлик такой сделали в цветном антураже. Чего это там за персонаж был такой интересный? Коротко стрижем. Боже, видели, сколько за секунду у нас было там сменено кадров? Ну, вот этот маст-дэнс, он, конечно, всегда к концу помогает почувствовать масштаб клипа. Я такое люблю. Ну, вот такое у тре... Ну, это часто в кип-попе так делают. Ну, вот, например, у тре же такое, да, это прям вот их фишка такая. И здесь это добавили, тоже к концу очень прикольно получилось. Хорошая работа. Я хочу похвалить. Я хочу похвалить. При том, что... Песня, я не могу сказать, что прям вау. Клип, не могу сказать, что тоже там по сюжету там впервые там за 10 лет ура, я такое что-то увидела. Нет. То есть это что-то, что уже бывало. Но, тем не менее, везде и в видеоряде, и в самом звучании есть какие-то такие свои приколюки, которые добавляют уникальности. Я, мне кажется, уже повторяюсь, сегодня такое говорила. Но то есть здесь как будто бы, знаете, сделано хорошо и сверх меры. То есть хорошо и сверх меры. На пятерку и еще плюсик, 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 плюсик. И, конечно же, это достигается, блин, бюджетами, ребята, в данном случае. Потому что в Грохана, казалось бы, да, клип просто отдыхающий у нас такой резонький. Но там в плане техники, в плане количества локаций, в плане съемок, я не знаю, сколько они им времени потратили, чтобы это все подснять. Но там очень много всего. И за счет этого, конечно же, ты чувствуешь, что продюсерская работа проделана хорошо, что денег не пожалели на такой релиз, что песня не проходная. То есть, да, у нее вот эти свои фишки с петухами, у нее вот этот вот напор, как будто бы мы с вами побежали в начале и бежим. У нас уже язык где-то на плече, а мы все еще бежим-бежим. И, конечно же, ребята очень большие молодцы. Ну, прям хочется хвалить-хвалить. Для меня пока что отдельно какие-то персонажи личности из этого коллектива не выбились. Вот так прям, знаете, чтоб раз, и стал для меня узнаваемым или ассоциированным с группой, к сожалению. Потому что чаще всего именно так я постепенно начинаю вливаться. Одного заприметива, потом другого, второго, третьего. Пока что они для меня в целом как коллектив все-таки воспринимаются. Но хочется, опять же, отметить, что работа у ребят на уровне уже существующей группы, там, например, 3-4 активных года в плане профессионализма. Они это показывают нам с дебюта. Я имею в виду не только хореографию и звучание. Я имею в виду то, как они работают с камерой. И мне хочется похвалить их за это. Поэтому большие молодечики, Натальечке, говорю спасибо большое еще раз за вот такую композицию. Посмотрите, у нас с вами просто разрыв летний сегодня произошел такой отдыхающая получилась реакция. При этом она достаточно была, да, такая резвая, динамичная, активный у нас был отдых. Сидели на попах, смотря, кто-то, может быть, вообще лежал. Кстати, если кто-то кушает или уж доедает, приятного вам аппетитика. Я пью чай. Четыре клипа мы с вами посмотрели. И, ребят, мне нравится с вами видеться почаще. Спасибо большое, что не забывайте про меня. Тоже заглядывайте на канал, посмотреть со мной новенькие релизы всем айвяткам, кто слагает вот такие вот реакции с композициями. Вам большое от меня, конечно же, спасибо. А на этом пока что все. Саран-саран, с вами была Риран. Люблю вас, целую. Пока-пока-пока.